Привет, Рэпчада! Это Рэпостел. Сегодня на ваших глазах я впервые слушаю новый альбом Тайлера The Creator Call Me If You Get Lost. Я сейчас не буду описывать всю свою любовь к Игорю, но вы должны знать, что как только альбом вышел, я был просто одержим этим проектом. Я бесконечно переслушал Earthquake, Puppet, New Magic Wand. До сих пор читаю ее одной из лучших песен того года. What's Good. Короче, это прекрасный, феноменальный альбом. Если честно, у меня есть небольшое предчувствие, что новый альбом мне понравится меньше. Там будет больше рэпа, скорее всего. Но это первая реакция. Я не смотрю в трек-лист, я не смотрю в слова. Все потом уже проанализирую и запишу. Большой обзор, разбор полный. А пока мы просто слушаем Call Me If You Get Lost. Очень хорошее вступление. Мы слышали это в одном из тизеров по телефонному звонку. Клевый олдскульный бит. Прямо как у Фредди Гипса и Алкемиста на совместном альбоме Something to Rap About. Тайлер там читал свой куплет. Тайлер такой сделал крутой поворот. Он читает о своей красивой жизни, о том, что загорает на солнце. Отсылка есть к отелю Grand Budapest, фильм. Диджей-драма, который произносит Call Me If You Get Lost. Короче, круто-круто. Погнали. Дико-дико. И это все еще Тайлер. Очень узнаваемый Тайлер, потому что сочная перспектива, конкурсия. Узнаваемый бас из Игоря. Кто бы что мне тут не рассказывал, это не Игорь. Это Тайлер стопудово, потому что бас один и тот же и на Игоре, и на Best Interest, и на всех остальных треках после Игоря. Очень жирно, очень сочно, дикарские джунгли. Короче, я просто перешел на отдельные слова в ассоциациях, потому что не хватает слова для выражения «круто». И тоже так, агрессия, потом мелодии пошли. Такие гармонии. Супер, супер. И я прям… Это Фрэнк. Стоп, 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 стоп. Что происходит нахер? Я, наверное, уже на каком-то четвертом, лепятом треке. Я не понимаю нифига где я. И это классно, офигенное ощущение. Попробуйте слушать, несмотря на телефон. Это по-любому дань Атланте, Лилвейну, вот этой вот классики трэпа. Брасы чисто атлантовские такие, ну вот эти вот грубые трубы такие. Какой-то молодой рэпер, не особо в них разбираюсь, голос мне незнакомый, но тоже он круто вписался, как и картина «Earthquake». Мощная энергия, просто дикая. И в конце там был месье Фрэнкоушен. Я отвечаю. Говорил о том, что я люблю там свою жизнь. Мою жизнь. Я уже делал на него обзор, ну на видео, но тут еще добавился куплет. Насколько я понимаю, это NBA. Young Boy Never Broke Again, да? Я подсмотрел. Я бы не узнал его, честно, но тоже круто вписался. Это настоящий R&B, как из 90-х, конца 90-х, начала 2000-х. Можете посмотреть в том ролике, я сказал, что мне это больше напоминает. Очень такой просто ангельский тай-долла-сайн, выдающий эти гармонии на припеве. Рэмонщина. Выдачи, господи. Мы сейчас живем в Геннейбурге. Кроме, мы сейчас не потерпел, Я была путешествующей. Гáriня-то, куда-то я на древу. Здесь мы-то съемкий петон. Здесь мы-то шум-то шум-то. «Если-то» Трэмонщина! Это я-то? В этом поле? Похладби? Ну-то? Трэмонщина? Выдва-то? Вот. В этом поле? Да-то? Я-то? Это как будто, как будто Босса Нова, которую Тайлер мечтал сделать. Я знаю, что по ритму там, по-моему, не так, но вот этот дух, который мне нравится в Босса Нове, это какой-то такой привкус, воздушный, он есть в этом треке. Lil Wayne классно выдал, классно, просто, ну, так легко заскочил, и как раз поверх этих флейт, боже, это так хорошо звучит. Это напоминает, конечно, Латинскую Америку, экзотическое именно, но DJ Drama говорит, что они приземлились в Женеве, в Швейцарии. Прикольно, то есть есть какая-то, прослеживается тема путешествий на самом альбоме. Тайлер повторяет несколько раз, что он моет руки перед тем, как пописать. Это важно. Вот, все остальное, конечно, да, это рефлексия насчет его творческого пути, насчет любви, насчет того, что он уже не тот, кем был на там, флауэль-бое. То есть он вырос как артист, как медийная личность, как бизнесмен. Много всего, надо текст потом еще будет перечитывать, конечно. Субтитры сделал DimaTorzok Легенький трек, куча голосов, по-моему, женский какой-то голос в конце был, но я не разобрал, кто это. Может быть, в стиле флауэр-боя, не знаю, пока ничего не могу сказать, я не услышал ничего особенного. Это дома? Это очень плотный рэп, причем рэп о социальных проблемах, насколько я понял. Кто-то из друзей Тайлера, стопудовый изотфьючер, там Тайлер говорит о том, что ты такой же, как я, я такой же, как ты, так давай и вместе. Ну, то есть, это очень необычно для Тайлера, чтобы его беспокоили такие проблемы. Если после этого трека фанаты, там, Bastard, Goblin и прочих ранних альбомов будут недовольны, то он уже вряд ли сможет сделать что-то, чтобы угодить вам, потому что это уже рэп, причем рэп в его максимальной форме. Крутейшая барабанная партия такая и сэмпл, и они просто мочат этот бит. То есть, вот вам, вот вам без экспериментов, без любви, там, без романтики. Это бренд? Вот, Босанова. Даже ямайская может что-то. Просто чувствую себя сейчас, как отец, который смотрит, как его ребенок выступает на сцене, и плачет, и думает, боже, как же он вырос. Все эти оркестровые темы, переходы и какие-то гармонии, такие красивые, настолько это уже взрослая музыка. То есть, это все еще странноватая музыка. Это все еще odd future музыка. Песня, судя по всему, не взаимной любви, потому что он поет. Я надеюсь, лучше бы мы никогда не встречались, короче. И создается впечатление того, что ты находишься где-то на побережье. И он сам сказал об этом, он сказал, что у меня был план такой, я только намочу ножку, попробую температуру воды. Я думаю, блин, он, ну, мы чувствуем одинаково вот это настроение. Это новый Be Yourself Фрэнка Ошена. Мама впрягается за Тайлера, мама такая, типа, я всех учителей нафиг, всех директоров за своего сыночка. Я на шаг впереди был. Я сначала сказал, что я чувствую себя как отец. Вот, пожалуй, речь матери. Ну, клево, прикольный скид, просто забавный. Она говорит, Тайлерз Мама Квэйзи, Тайлерз Мама Квэйзи. Это Узи. Для тех, кто любит АНГ Тайм и Окра, Лил Узи Вёрт на фите и, по-моему, Фаррэл на фите. Безумие просто, опять про деньги, опять просто понты. Снэр бахает в каждом ухе поочередно. Шикарно. Шикарно. Снэр бахает в каждом ухе поочередно. Был крик души. Тайлер рассказывал историю курортного романа, насколько я понимаю. Где-то на отдыхе он встретил девушку, которая была... встречалась уже с каким-то чуваком. И Тайлер почувствовал, что это настоящая любовь. Они провели две недели, кажется, вместе. Много чего делали. Но, наверное, не закончилось ничем. Он плакал там и ездил просто на машине по местности без какой-то цели. И он говорит, что если тот чувак тронет эту девушку, это именно девушка, надо отметить, то Тайлера убьет просто. Это будет обсуждаемая вещь, потому что там есть в чем еще копаться и перечитать это все. И это интимный момент очень, потому что, конечно, это посвящено одному человеку в мире. Очень трогательно с позиции артиста такой величины рассказывать такую трогательную историю. Конечно, вряд ли это люди будут слушать на постоянной основе. Как запоминающийся момент альбома, конечно. Вау, я в мурашках просто. Этот альбом ощущается как род муви настоящий. То есть альбом, путешествия, карта впечатлений не похож ни на Игоря, ни на Флаурбоя. Это рефлексия Тайлера насчет своих старых дней. Очень часто это рефлексия Тайлера насчет пройденного пути. В конце он очень четко отвечает на вопрос Who Dead Boy с альбома Флаурбой? Это он, Вулф, это он, Эйс, это он, Тайлер, Бадлер. Бадлер потому что, ну как я понимаю, Бадлер потому что он живет красивой жизнью теперь. И вот он уже и во Франции, как бы был, и в Италии. Он любит все это вкусное, он любит жизнь. И это скорее микстейп, а не альбом в полном смысле. Потому что тут есть вот эти диджейские выкрики, постоянные диджеи-драмы. И просто по духу он как будто не концептуальный. То есть это все для всех. Это и для тех, кто любит Игоря. Это и для тех, кто соскучился по старому Тайлеру и сказал, что все, он уже закончил с рэпом, он больше не может рэповаться. И Тайлер говорит... И круто видеть Тайлера в таком бодром состоянии духа. И с осознанием того, что он живет крутую жизнь. Много интересных фитов, много текстуры на этом альбоме. Крутейшее звучание. Тайлер вырос как музыкант. Это понятно было и по Игорю. И вырос как вокалист. Это слышно, что вокал укрепился. Но и не растерял свои техники. Он все еще способен круто выдать куплеты. Это альбом моментов. Это альбом сборник того, что ему просто хотелось делать. Ему захотелось делать песню про любовь. И есть песня про любовь. Захотелось отдать дань уважения Атланте. Здесь есть это. Есть Лил Вейн. Есть намеки на Босанову. И даже что-то регги. Типа, то есть экзотика какая-то. Это вот именно ощущается, как плавание по земному шару. Впосредственно спор всего самого интересного, вкусного ощущения именно изыска здесь есть. Тайлер балдеет от жизни. Я прибалдел от альбома. Напишите, что вы думаете об этом проекте. Подписывайтесь на нас в Инстаграме, в Телеграме, в Ютубе. И молитесь за репостов.